Очень чистый, открытый парень, но в октагоне он вытворяет нечто интересное Помню его поединки в ОФС Интересный парень Коротко говоря, будем смотреть за ним Абдула Гаджи Газиев, да, совершенно верно, он из Кыргызстана В каждом случае передаем огромный привет нашему другу Зайна Абдуду Гаджиеву Как раз таки Да, я уже говорил сегодня Не эфира, а о нем Это, можно сказать, его спортсмен, отценик, племянник, как он сказал То есть, к сожалению, его сегодня нет в городе Он все еще в Бишкеке, кстати, приходит Вчера с ним разговаривали, мы по телефону Он всем огромнейший пламенный привет передает Поклон нижайший, но и, к сожалению, сегодня не удалось ему побыть гостем на нашем турнире Уверен, что в будущем мы его не раз увидим Да Передаем, пользуясь случаем, огромный привет Зайна Абдула А как вы сказали про Амара Курбанова, Денисла Этот человек, я так понимаю, что уж точно не из робкого десятка, нестандартен и харизматичен Да, очень харизматичен, я не мог подобрать правильное слово, очень харизматичен Смотрите, дорогие телезрители, сами, и вы поймете, о чем я говорю Его манера ведения боя, и не только боя, и за пределами октагона Интересный парень Хочу отметить, что он бьется на категорию ниже, 61-200 Очень тяжело гонял вес Абдула Гаджи Газиев, я это видел по его состоянию, потому что он почти под конец рабочего утреннего взвешивания пришел То есть тяжело гонял, видно, крупный парень Амар Курбанов, в свою очередь, бьется на категории ниже, 61-200 Буквально недавно обратился, попросил бой Он говорит, мне разницы нет дословно, с кем, где и когда биться Я просто хочу выступать, я давно не бился, мне хочу биться Вот, реально вышел парень, не гоняем вес В этом случае, кто-нибудь говорит, без задней скорости Да, абсолютно, абсолютно, и при этом на позитиве, полном позитиве Он вчера на церемонии извешивания фейс-то-фейс разговаривал со своим оппонентом Абдул Гаджи Газиев, такой скромный парень, он через рубку этого спинял, также обнял его Вот, они общались во время, там, 30 секунд доли взглядов Попытал сейчас Абдул Гаджи Газиев выбросить левую ногу И попасть по цели, по своему сопернику Амару Курбану Но Амар видел начало атакующего действия, сместился и принял этот удар на предплечье Повторно сейчас Газиев пробует исполнить удар с левой ноги Левша, Абдул Гаджи Газиев, работает он в правосторонней стоке Так как дважды комментировал его поединки, лично знаком с этим парнем, очень правильно воспитанный Действительно, присоединяюсь к словам Ислама, очень правильно воспитанный парень Уважительно, на вы разговаривая со старшими, пример для многих молодых людей Сейчас, как это и следовало ожидать, более тяжелый по количеству килограммов Газиев Спокойно переводит в тейкдаун Амара Курбанова И он сейчас доминирует, в атаке находится И будет предпринимать, конечно же, более результативные действия Только благодаря им он сможет добежать победу Здесь в боковом уже положении находится Газиев Развивает успех, ищет более удобное для себя положение Ему удается это сделать Ну и нужно отдать должное Амара Курбанова Он постоянно подвижен снизу, смещается Пытается он, конечно, выбраться оттуда Сейчас ему приходится сложно Снизу Курбанов Снизу подрабатывает локтями Аф-маунти находится в атаке Адулга Джигазиев И будет сейчас развивать успех Чувствуется такой недовес и визуально, и в плане борьбы Сейчас делает понятные действия Действия, осуществляет понятные действия Газиев Работает для того, чтобы раскрыть оборону Амара Курбанова Корпус голова, запускает удары Пытается максимально раскрыть Амара Он для того, чтобы нужно нанести разящие жесткие удары Очень подвижен и максимально быстро Амар Курбанов снизу Сейчас пытался он выйти Практически ему это удалось Но буквально в последнем эпизоде этого действия Адулга Джигазиев не позволил Амару Курбанов встать на ноги Сейчас Адулга Джигазиев Опять же принял очень удобную позицию Сейчас в этой удобной позиции Обездержив одну ногу своего оппонента Совершает атакующие действия Ну и пользуется преимуществом в весовых возможностях Адулга Джигазиев Опытный боец Напомню еще раз 27-летний спортсмен И 9 победных поединок у него послужим в списке В шердоге Одно поражение Один ничейный результат Закончен первый раунд Тем временем И сейчас будет стандартная процедура Проделана секундантами И тренерским составом двух бойцов Проделана секундантами Проделана секундантами Не знаю, параллельно я немного затронул тему ближайшего будущего промоста компании Battle, чтобы вы могли также рассказать, уже будучи, являясь основным организатором турниров, президентом компании, что нас ждет в ближайшей перспективе. Турниры Battle на каких территориях и в каких субъектах федерации в нашей великой родине России? Максим, отвечу на вопрос. Пока планы конкретики и анонсированы, турниры пока нет, но мы очень плотно займемся этим вопросом по окончанию этого турнира. Отдыхать времени нет, Максим. Мы с тобой как со-партнеры завтрашнего дня готовы трудиться, ездить на переговоры, уделять внимание. И делать все возможное, чтобы проводить в разных регионах наши будущие ивенты. Ну вот четвертый Battle, есть уже какое-то понимание в социальном проведении? Опять-таки предварительно, конкретики нет. Это Самарская область, город Сызринь. Олимпироваться на конец вторая половина сентября в конце. И следом в октябре планируется большой турнир в городе Героя Волгоград. Максим, это ваша родина, откуда вы родом. Очень теплый душевный город. Там на самом деле ожидается большой турнир. Большой турнир. Посмотрите, Заташе была Заташе Амар Курбанова, но без вариантов. Амадул Гаджи Гази быстро отрещался и спокойно перевел своего оппонента в тейкдаун. Да, Амар Курбанов как минимум бой хороший даст. Как минимум. На самом деле чувствуется то, что не его весовая категория. В Волгограде он будет иметь название не просто battle под номером 5, но еще и на призы губернатора Героя России, губернатора Волгоградской области Андрея Ивановича Бочарова. Что, как мне кажется, Денислам, наверное, вдвойне престижно. Ну и, естественно, все есть для того, чтобы реализовываться на максимуме. Потому что при поддержке глав регионов и глав городов, я думаю, что это будет сделать чуть проще, нежели без какой-либо поддержки, как вот, например, происходит сегодня в Касписе. Сложнее, труднее, но при этом, конечно, потом осуществляется такое, наверное, состояние того, что ты проделал безумную такую огромную работу и еще так на ура с положительным эффектом, что все бои были проведены на очень высоком уровне. Кстати, Денислам, пользуясь возможностью, у вас еще раз поздравляю с проведением battle под номером 3 в городе Каспийске. Спасибо, Максим, это наша общая работа, мы с тобой все партнеры. И дополню и отмечу тот момент, что по Волгограду работа проведена именно Максимом, это его регион. Огромная благодарность руководству региона, герою России, мэру города Волгограда. Да, на самом деле, огромное событие ожидается во второй половине октября. Скорее всего, это будет battle под номером 5. По названию данного ивента Волгоградская битва. Следите за новостями, друзья, следите за новостями. Как только анонсируем более подробную дату, вы можете за всем этим наблюдать на нашей официальной странице в Instagram. Промоушен, нижнее подчеркивание, battle. Важный момент, который вы сейчас уточнили, я понимаю, что планируется также создание сайта, официального сайта Лиги, и в том числе соответствующий медиаресурс. Да, совершенно верно. Полноценно загружено. Совершенно верно, Максим, есть конкретные задачи и цели, и в том числе и по пиару, в том числе и по информационной составляющей сайта. Впереди очень много работы. Всем двигаемся, плывем потихонечку. Ну, а при этом, вот сейчас небольшое отступление было сделано Денислану Мортозалиму по понятным причинам. Познят лиги, я рассказывал о ближайших перспективах, но здесь Газиев все еще в той же маневренности и той же тактической составляющей ведет поединок. Он понимает все свои слабые и сильные стороны, и как раз сильные максимально он активизирует. Это преимущество весовых возможностей. Это умение контролировать своего оппонента. Ну, при этом, конечно, грамотные переводы его в тейкдауны. Второй раунд закончен. Два раунда пока уходят в сторону Адулгаджи Газиева. Без вариантов, пока тактически очень грамотен. Адулгаджи Газиев еще раз подчеркнул, этот боец очень опытен. Все-таки 12-й поединок. Сегодня мы видим Адулгаджи Газиева в качестве профессионала. Это уже очень серьезный опыт. Да, по-моему, большинство из них он провел в республике Кыргызстан, но при этом сейчас, как я понимаю, поставлена задача его командой во главе с Азаналбидом Гаджиевым, его дядей и нашим другом, чтобы его племянник уже выезжал из-за 8 минут в Кыргызе и проявлял себя более ярко в разных регионах соседней страны. Наша страна Россия для Кыргызстана является именно такой. Сейчас третий и завершающий раунд. Нас ждет Адулгаджи Газиев против Амара Курбанова. Амар 26-летний спортсмен, как его охарактеризовал Денислан Муртазалеев, боец без задней скорости, при этом очень одухотворенный. Хочет и желает себя проявить максимально. Ему сегодня предоставлен шанс. Даже этот боец выступает в категории более нишей. 61 килограмм 200 граммов. Он спокойно принял бой на 65 килограммов и 700 граммов. Адулгаджи Газиев очень осторожный боец. Не рискует практически. Сейчас сам пропускает Газиев навстречу. Удар справа. Прилетела Тамара Курбанова. И Амар был точен. Бросился неподготовленного атаку. Адулгаджи Газиев. Кстати, хотел перевести своего более легкого оппонента в тейкдаун. В партеры. Там продолжит доминирование, которое ему удавалось совершить по ходу первых двух раундов. И вот мы слышим, как за Амару Курбанова болеют усилие. И сейчас пропускает дважды. Абдулгаджи Газиев и Амару Курбанова справа. Абдулгаджи Газиев опять охотится за одной ногой. Абдулгаджи Газиев хочет он, конечно же, чувствовать бросок. Ему сейчас бросок от кого не удается сделать. Но все-таки он заваливает Амара Курбанова в партер. И сейчас опять начинает шлять контроли. И будет искать более удобное для себя положение для развития успеха. Здесь сложно, конечно, мы это с вами отмечали не раз. По ходу этого поединка Амару Курбанову защищаться снизу. Очень грамотен Газиев. И, конечно, мы вспоминаем и по первому-второму раунду. Причтю не давал шанса Амару подняться на ноги. Так будет в этот раз. Он все-таки решающий третий раунд. Он уже заключительным будет являться в этом поединке. Но все-таки Амару здесь необходимо рисковаться. Да, и Султан Ахмедов в реферии поединка поднимает двух бойцов в стойку. Вы знаете, как активно, эмоционально болеют. Здесь справа попадает Амар Курбанов. В стойке опять же чуть-чуть дает возможность зацепить себя Абулгаджи Газиевым. И привести очередной тейкдаун. А здесь Абулгаджи Газиев начинает даже выпускать удары, используя главную пану. Но они в большей степени являются мощными. Вот я несколько раз пытался он локтем отработать. Но опять же Амар Курбанов не дает по себе попасть. Также на турнире сегодня присутствует Гаджи Караев, очень известный менеджер, промоутер. Также промоутерует свою лигу в Турции. Но при этом успешно работает в качестве менеджера уже много лет. Продвигая бойцов в большей степени из Дагестана по всем ведущим лигам страны. В том числе и дальнего зарубежья, и ближнего зарубежья также. Я буквально вчера прилетел из Сочи в Махачкалу, а потом отправился в Каспийск. И находился я в качестве гостя на турнире юбилейном 10-м международной лиги С-17, Самбо-70. Желаемым адематом Лисеевичем Алайшевым, заслуженным тренером страны, профессором, нашим старшим другом. И где проводились поединки по профессионально-боевому Самбо. Там один из подопечных и клиентов Гаджи Караева. Он выиграл свой поединок, представляя клуб Дагфайтерс. Закончим при этом бой был. И понятно уже, наверное, для многих, что тактически Гаджи Газеев все-таки провел поединок. Он максимально грамотно для себя и вероятнее всего, что одержал он победу. Сейчас мы услышим уже официальное решение судейского корпуса. И вот Гаджи Газеев облачается во флаг Кыргызии. Напомню, он даргинец по национальности, который является уроженцем Кыргызстана. И состоялся как боец-профессионал. Он, конечно же, в своей республике, где он родился. Исторически мы помним в свое время, еще в сталинский период правления, множество даргинцев были отправлены в ссылку в эту страну Средней Азии, Кыргызстан. И так в свое время родители и родственники Абу-Гаджи Газеева оказались в этой республике. Но он при этом, как и любой дегистанец, даргинец не теряет связь, в том числе своей этнической родины. Идар Гасанов осуществляет награждение. В прошлом очень известный боец Ушу Саньда, рукопашного боя. Слава победителя! Слава победителя! Слава победителя! Больше, наверное, мы сейчас слышим слова проигравшего, который является Амар Курбан, который, как мы уже говорили, очень хрикматичный парень. Ждет боя в любой момент, в любую секунду, и очень любопытная этому поединка для реализации. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дополнительное уважение к своему визави сопернику к этому бою Амару Курбанову Я дал должное вам абсолютно верно, потому что, еще раз подчеркну, Амар Курбанова Субтитры создавал DimaTorzok